Друзья, вот мы говорим там Грузия и так далее, а я бы обратил еще ваше внимание на тот политический режим, который сложился в Германии. И я хочу сказать, что Германия современная, к сожалению, она является марионеточной путинской страной. Я вам сейчас просто приведу три фактора, больше не буду, потому что время у нас ограничено. Первый, значит, Ангела Меркель лоббирует интересы строительства Северного потока-2, вот этого газопровода. Когда это для России нет необходимости, уже и так существуют газотранспортные сети и так далее. Это проект чисто геополитический для того, чтобы Европу шантажировать и подсадить на вот этот газовый крючок. Это очевидно сделать для того, чтобы страны Европы за счет вот этого газового российского крючка были более марионеточными. И Меркель это понимает, есть специалисты объясняют, и это монопотворство. В свое время, в 2008 году Меркель, именно она выступала против вступления Украины в НАТО. Меркель также была одним из инициаторов давления на Петра Порошенко, чтобы Петр Порошенко шел на вот этот минский договорняк с представителями путинской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса. Меркель участвует в незаконном и в нелегитимном с точки зрения международного права нормандском формате. И таким образом она просто пиарится ради своего электората. Я объясню, почему это и нужно. Она ради своего электората там в Германии пиарится, просто повышает ретики, что вот она якобы там в кавычках миротворец, и вот они у Путина сейчас сядут, умиротворят и так далее. То есть здесь опять-таки, ну я оставлю, так сказать, я думаю, может быть, Иван-то прокомментирует, то есть здесь возникает два вопроса. Первый – это недальновидность со стороны Меркель. И второй вопрос – это, возможно, ее, значит, открытая агентурная работа против безопасности Европы, мира и Германии.